Рязанские смотрины Наш фестиваль один из старейших и единственный постоянно действующий на территории, можно даже сказать, уже не только России, а бывшего Советского Союза. Потому что первый фестиваль прошел в Рязанском театре «Кукол» в 1989 году. Еще было пространство Советского Союза, никто еще не думал, что как-то все изменится, география, политический строй и так далее. И наш фестиваль, несмотря на то, что менялась страна, менялось время, но тем не менее фестиваль жил и ни разу не прервался. И первые три фестиваля, они шли каждый год, то есть 1989, 1990, 1991. И потом было принято решение, что фестиваль будет идти в формате биеннале раз в два года, потому что так проще собрать наиболее интересные спектакли. То есть спектакль должен родиться, чтобы не собирать афишу, просто состоящую из того, что появилось, вот все брать. Поэтому решили все-таки, что мы должны представлять в Рязани наиболее интересные спектакли, которые звучат, прозвучали в своих регионах, в других странах. А кто их отбирает? По какому принципу? По количеству зрителей маленьких и больших или как? Нет, никаким образом не по количеству зрителей. У нас есть экспертный совет в рамках фестиваля. Этот экспертный совет отбирает спектакли и составляет афишу фестиваля. Туда входит и Валерий Николаевич, и я вхожу, ряд театральных критиков, эксперты Союза театральных деятелей Российской Федерации. Мы смотрим, что наиболее интересное появилось. Но надо сказать, что на наш фестиваль стремятся попасть очень многие театры. И вот в этом году заявок было более 60, а в афише фестиваля в этом году представлено 15 театров-участников. Каждый фестиваль имеет свою тему. Он проходит раз в два года, как я уже сказал. Общее наше название, которое появилось, «Рязанский смотри», оно появилось давно. И в этот раз вы в студию не с пустыми руками. Вы принесли сувенир, который характеризует собственное название. Характеризует название именно этого фестиваля. Это отражено в дизайне нашей полиграфической продукции. Мы решили так. 15-й год, 15-й фестиваль, 15 театров-участников. И отсюда появилась под тема пятнашки. И вот такой сувенир пятнашки. И это отражено в логотипе нашего фестиваля. То есть 15 театров-участников пятнашки. И мы назвали фестиваль пятнашки. То есть это игра, это и передача эстафеты. Поэтому вот тема этого фестиваля пятнашки. А обычно количество участников бывает разное? Количество участников разное. Самое большое у нас было 21 участник. Но это тяжело, поскольку фестиваль длится 5 дней. Фестиваль идет на разных площадках городских. То есть задействована наша большая и малая сцена. В этом году спектакли идут на сцене театра драмы, на сцене театра на Соборной. И студенческого театра «Переход». Это наши партнеры. И мы уже давно сотрудничаем с театрами. Несмотря на то, что мы всех, конечно же, друг друга знаем. Но это очень приятно, когда коллеги предоставляют свою площадку. И помогают нам. Потому что в этом году за 5 дней мы играем 30 спектаклей. 16 названий и 30 спектаклей. То есть каждый день идут от 6 до 9 спектаклей в течение всего дня на разных площадках. То есть спектакли идут в параллель. В этом году интересная география участников. Расскажите, кто откуда. И, может быть, какие-то коллективы побольше о них расскажете. Ну, география мы стараемся, чтобы она была всегда достаточно широкая. Но она, конечно же, меняется. Несомненно, есть у фестиваля театры, которые уже не первый раз принимают участие в нашем фестивале. Потому что мы стараемся приглашать наиболее интересные спектакли, зарекомендовавшие себя. Естественно, ведущие театры страны и мира, они присутствуют на фестивале и не первый раз. В этом году у нас из российских участников – это Архангельск, который уже рязанский зритель знает. Не первый раз этот театр принимает участие в фестивале. Первый раз в этом году у нас участие в фестивале принимает Иркутский театр «Кукола и Стенок». Это наши друзья. Мы с ними подружились. Год назад мы были у них на гастролях. И вот они с ответным визитом приезжают к нам на фестиваль. В этом году у нас еще крымчане, с которыми мы тоже подружились в прошлом году, будучи у них на гастролях. Симферопольский театр «Кукол». Екатеринбург – очень интересный театр «Кукол», который проводит свой фестиваль «Петрушка Великий». И в прошлом году, в сентябре месяце, мы были у них на фестивале со своим спектаклем «Инаказание», где наш артист, играющий Раскольникова, Василий Уточкин, получил первую премию за роль Раскольникова. Ну, Раскольниковский театр, он всегда на хорошем счету. Он отличается и куклами, и какими-то необычными технологиями, вплоть до лазерного шоу. То есть мы одни из первых пробуем что-то. Что говорят гости обычно, когда приезжают? На что они обращают внимание? Ну, как вы сказали, да, мы, конечно, можем удивить, и в том числе техническими своими особенностями. Да, действительно так. Благодаря реконструкции, которая прошла в театре, благодаря поддержке правительства, губернатора Олега Ивановича Ковалева, вот, да, действительно, сегодняшний день Рязанский театр кукол – самый технически оснащенный театр кукол России. То есть наши технические возможности позволяют действительно… Сделать шоу из представлений в своем роде, в том числе, это важно. Шоу не является самоцелью. Дело в том, что эти технические возможности, они дают больше возможностей для реализации творческого плана режиссера и художника. То есть у них больше инструмента в руках появляется, а театр кукол – это все-таки в одну из первых очередей – это все-таки визуальное искусство. Поэтому для театра кукол это очень важно. И мы, конечно, сейчас используем и видеопроекцию, и световые новые возможности, и технологии. У нас очень хороший звук. А что советуют, подмечают гости? Ну, гости нам, конечно же, завидуют, потому что не каждый театр сейчас имеет такие возможности, но завидуют по-хорошему и радуются вместе с нами. Уже прошлый фестиваль, который был у нас два года назад, уже коллеги смогли увидеть наше пространство новое, прочувствовать возможности оборудования. Поэтому они подмечают. Ну и, конечно же, на «Сматриной» стараются приехать, попасть все, поскольку фестиваль считается ведущим фестиваля, несмотря на то, что фестиваля театров кукол много. Что он дает участникам? Это очень важно. Кроме эмоций, получить еще что-то. Наш фестиваль не конкурсный. И это принципиальная позиция театра. Но можно в этот момент поучиться друг у друга. Это еще важнее. Да, конечно же, это очень важно. Поэтому мы не учреждаем на фестивале лучший спектакль, лучшую роль. Это принципиальная позиция театра, потому что искусство, оно все-таки субъективно. И главная задача фестиваля – это получить новый заряд эмоций непосредственно от профессии. И именно это послужит толчком для дальнейшего какой-то творческой реализации. В общем, нуждаются в подпитке все время. И если человеку нравится то, что он видит на сцене, он что-то замечает. Да, вот это интересно придумано. Он может это использовать. И когда человек наполнен положительными эмоциями творческими, это сподвигнет его дальше для создания нового художественного продукта. И именно вот это позволяет колесу дальше крутиться и двигаться вперед. Давайте еще раз пригласим наших телезрителей. Когда, еще раз напомним, состоится фестиваль? Фестиваль пройдет с 12 по 16 сентября на, как я уже сказал, на сцене Рязанского театра «Кукол», Рязанского театра «Драмы», Театр на Соборной и Студенческого театра «Переход». Следите за афишей. Афиши уже есть в городе. Афиши есть на сайте театра. Спешите приобрести билеты, потому что их осталось совсем не так много. А забронировать себе место или, может быть, какой-то абонемент сейчас можно? Сейчас это модно. Ничего такого у вас нет еще? Как же? Можно зайти к нам на сайт, либо непосредственно с сайта перейти по ссылке на сайт Кассы.ру и приобрести онлайн-билеты хоть на все спектакли. Спасибо большое. Я желаю, чтобы фестиваль, как обычно, прошел на ура. А это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова